Игорь, какими препаратами по уходу за растениями вы пользуетесь в Германии? Какие посоветуете? Когда-то таким же вопросом озадачился и я. Особенность ситуации в том, что у меня здесь поблизости нет никаких садовых магазинов, где продаются эти препараты. Но есть интернет, поэтому я начал искать эти препараты. Тенденция в Германии уход за растениями должен быть био, то есть без применения химии. Ну, естественно, я включился в эту тенденцию, искал биопрепараты. И вот так на просторах интернета я наткнулся на компанию, на торговую марку, которая называется Let's Grow. Именно эта торговая марка продает в Германии биопрепараты. Я изучил ассортименты, заказал себе их продукцию и сейчас буду с ней вас знакомить. Так, что же я такого заказал? Улучшитель почвы. Для нынешней вот этой здешней почвы это то, что нужно. Удобрение по листьям. Биопрепарат для борьбы со всевозможными заболеваниями растений. Еще одно удобрение. Я думаю, про каждый из этих препаратов я сниму отдельное видео, где подробно расскажу, для чего они нужны, как ними правильно пользоваться. Ну, а сегодня давайте начнем вот с этого препарата. Я бы назвал его базовый препарат. И называется он липосам. Я думаю, для многих это слово знакомо. Итак, что же такое липосам? Липосам это биоадгезив. Ну, или по-простому прилипатель. Для чего он нужен? Наверняка многие из вас сталкивались с такой проблемой. Некоторые растения имеют листья, на которых совершенно не удерживается влага, которые не смачиваются. При опрыскиваниях эти рабочие растворы, которые мы обрабатываем растения, они либо полностью стекают с этих листьев, либо скатываются в такие крупные капли. Естественно, эффективность обработок крайне низкая. Будь то борьба с болезнями, с вредителями или удобрения по листьям, если вы делаете. Ну, какая эффективность, если раствор рабочий не задерживается? Либо другая проблема. Препараты, которые мы нанесли, очень легко и быстро смываются дождем. Днем обработали, вечером пошел дождик, и вся работа фактически на смарку, потому что все препараты смылись дождем. Вот как раз липосам и предназначен для того, чтобы исправлять вот такие подобные проблемы. Если в рабочий раствор, которым мы собираемся обрабатывать наши растения по листьям, мы добавим буквально небольшое количество вот этого биопрепарата липосам, картина полностью изменится. Лист станет полностью смоченным. Естественно, эффективность обработки увеличится. Будь то удобрения, если мы удобрения по листьям вносим, будь то борьба с вредителями, с заболеваниями, с какими-то. Если лист полностью смочить рабочим препаратом каким-то, естественно, эффективность будет выше. Раствор, в который добавлен липосам, высыхать будет дольше. Соответственно, действия работают обычно влажные растворы, мокрые, жидкости работают. Естественно, продолжительность обработки будет дольше. Препарат опять же будет работать эффективней. Ну и в случае дождя, если вдруг вечером пойдет дождь, вот этот вот липосам как бы образует на листьях своеобразную пленку. Но эта пленка эластична. Эта пленка содержит большое количество микропор. Она никоим образом не стесняет лист растения. Лист также развивается, растет, продолжает заниматься фотосинтезом. И происходит газообмен между листом и окружающей средой. И вот благодаря этой пленке как раз влага гораздо лучше на листьях удерживается. Итак, основное предназначение липосама, это как раз увеличение эффективности наших обработок. Борьба с болезнями, борьба с вредителями, удобрение по листьям. Но это не единственное, на что способен липосам. В растворе липосама, в водном растворе липосама, можно замачивать семена перед посевом. Для чего? Но очень часто случается проблема, посеянные семена, когда начинают наклевываться. Если мы их вдруг пересушим в какой-то момент, они погибают, они уже не восстанавливаются. Вот липосам как раз позволяет немножко больше удерживать влаги в этих самых наклевывающихся семенах. Хорошая функция, хорошая. Вы можете в растворе липосама замачивать клубни и луковицы, причем и овощных, скажем, картофель перед посадкой. Но можно и декоративные, скажем, луковицы тюльпанов замачивать, опять же, для сохранения влаги. Вы можете корешки своей рассады какой-то тоже на какое-то время замачивать в водном растворе вот этого биопрепарата липосам. Опять же, для того, чтобы корешки дольше удерживали влагу, чтобы они медленней высыхали, ни в коем случае не пересыхали. Ну и, наконец, вы собираетесь удобрить свои саженцы, свою рассаду под корень. Добавьте в эти растворы тоже липосам. Это позволит влаге и вот этим полезным веществам дольше удерживаться возле корневой системы, возле корней наших этих саженцев и этой рассады. И действовать они, естественно, будут дольше и будут действовать лучше. Вот такой он липосам. Как же ним правильно пользоваться? Как его разводить правильно? Тут есть одна небольшая тонкость. Дело в том, что липосам это такой гель, желе как бы. И если вы его просто бросите порцию в воду, он, конечно, растворится рано или поздно, но придется его долго-долго-долго там болтать. Производитель рекомендует взять порцию липосама, вылить в небольшую емкость и добавить ровно такое же количество обычной воды, один к одному. И вот теперь вот эту смесь равномерно-равномерно размешать до однородного состояния. Когда она станет уже равномерной, можно небольшими порциями потихоньку доливать водичку. Продолжая постоянно помешивать. И вот теперь уже готовый раствор липосама можно выливать в 10-литровое ведро. Если вы в 10-литровом ведре готовите рабочий раствор, и у вас будет правильно приготовленный водный раствор липосама. В ютубе много спорят о том, что разводить первым, липосам или рабочие препараты. Ну, я всегда в таких случаях придерживаюсь рекомендаций производителя. Первым они пишут, нужно разводить липосам в воде, а потом уже туда добавлять различные препараты. Причем липосам совместим как с биопрепаратами, так и с химическими препаратами. Но в случае с химическими препаратами, я бы, конечно, советовал все-таки проверять их на совместимость. Ну, мало ли. В небольших количествах смешайте рабочий раствор химического препарата, липосам. И проверьте, не выпадает ли осадок какой-то, не происходят ли какие-то химические реакции. Это маловероятно, но тем не менее, почему бы и нет. Все может быть. Ну, а с биопрепаратами, естественно, липосам идеально сочетается. Резонный вопрос. А какое же количество липосама нужно добавить, ну, скажем, на 10-литровое ведро воды, чтобы он правильно работал? Всегда говорю, придерживайтесь инструкций производителя. И хотя это биопрепараты, здесь суперточную пропорцию соблюдать не нужно, все же. Вот здесь сзади такой ярлычок. Снимаем верхнюю этикетку, а под ней инструкция по использованию. Для разных культур, для разных целей. То ли это там замачивание корней, замачивание луковиц, либо удобрение по листьям. Здесь это все расписано. Но приблизительно все вокруг цифры 10 мл липосама на 10 литров воды. А что такое 10 мл? Это как раз вот эта столовая ложка. Вот столовая ложка этого препарата на 10 литров воды. Вот эта баночка 500 мл, то есть фактически вам ее хватит примерно на 500 литров растворов рабочих. То ли это химические препараты, то ли это биопрепараты, как в Германии. То ли это удобрения какие-то, то ли это замачивание. В общем, достаточно на долгое время вам его хватит. Думаю, совсем не лишним будет напомнить основные принципы работы с биопрепаратами. Обработки проводим регулярно. Регулярно подселяем на наши растения вот эти живые микроорганизмы. Приблизительно раз в 7-10 дней. Все обработки проводим только или в пасмурную погоду, или вечером, ну или рано утром, кто рано встает. Ни в коем случае не на палящем жарком солнце. Хранится липосам, кстати сказать, довольно долго. До 3 лет, но при температурах положительных, но не очень высоких, до плюс 20 градусов. Так что бутылки вам хватит надолго, скорее всего даже не на один сезон. Я думаю, нет нужды повторять. И все же повторю, биопрепараты, и в частности липосам, безвредны для самих растений, безвредны для насекомых, в частности пчел, безвредны для птиц, для рыб, для животных, ну и само собой безвредны для нас, людей. Ну, вроде все, а нет, вспомнил еще одну интересную вещь. Наткнулся в интернете, что липосам номинирован на самую, наверное, престижную в Германии премию в зеленой индустрии. Ну, присуждение призов будет в октябре. Подождем, может быть липосам выиграет эту премию как уникальный продукт. Ну вот, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Продолжение следует...